По следам Коперника и Галилея в Магнитогорске открылся первый кружок космического моделирования «Сириус». Тайны небес юные астрономы постигают не только в теории, но и на практике. Как и где готовят будущее российского космоса, узнавала Мария Клименко. Карты звездного неба, модели Солнечной системы и настоящие телескопы – все для того, чтобы прикоснуться к небесам. Занятия в «Сириусе» начались с сентября, но первые успехи не заставили ждать. Одна из воспитанниц Елизавета Медведева вышла в финал престижного международного конкурса. Тему для изучения выбрала непростую – формирование квазаров. Девушка рассказывает, мечтает стать инженером-конструктором в области ракетостроения. У меня такая мечта – приложить руку к полетам, межпланетным полетам, построить именно какой-то корабль, ну или хотя бы какую-то деталь этого корабля. Подготовить конкурсную работу девушке помогал руководитель и организатор кружка Игорь Бабаев. Педагог отмечает – подобного направления в городе не было уже много лет. Однако сейчас, когда интерес к звездным наукам особенно высок, в нем есть необходимость. Есть очень много людей, которые увлекаются астрономией, кому это интересно, в общем-то. Но и среди детей, и среди подростков, в общем-то, астрономия имеет огромный интерес. Но пока астрономы нашего города не объединены вместе, как бы, да, в одно целое. Нет клуба астрономического, как в других городах. Но мы надеемся, что со временем нам удастся и в нашем городе тоже что-то подобное создать. На выбор четыре направления – астрономия, космонавтика, телескопостроение и ракетомоделирование. Пока аппараты из бумаги, но в скором времени школьники научатся делать и действующие модели. Вам необходимо научиться делать эту простую модель для того, чтобы потом, когда вы начнете делать модели для запуска, в которых будут вставляться двигатели, которые вы будете запускать и здесь у нас на площадке, и на соревнованиях. На занятиях не только теория, но и практика, а потому с наступлением темноты, при ясной погоде, юные исследователи берут телескопы и отправляются наблюдать за небесными телами. Телескоп состоит, собственно, из монтировки, искателя, окуляра и, собственно, самой трубы. С помощью искателя мы ищем объект. Потом, когда мы его нашли, смотрим уже в окуляр, собственно, в приближенном виде. Я тут посмотрела на Луну в первый раз, и да, это был действительно вау. Вы знаете мультики, там, не знаю, Том и Джерри или другие, где иллюстрируют Луну как сыр? Она действительно похожа на сыр, просто она белая, но там также есть эти дырочки, которые, собственно, именуются кратерами. Моря на Луне, горы, скалы. Сегодня в распоряжении юных астрономов три телескопа. Все из личного арсенала педагога и рассчитаны на начальный уровень. Однако позволяют разглядеть не только Луну, но даже Марс, Юпитер и объекты так называемого большого космоса, например, туманности. Обязательно будем наблюдать объекты глубокого космоса, так называемые дипская объекты, как называют астрономы-любители. Это у нас в первую очередь туманность Ориона, самая крупная, самая яркая туманность на нашем ночном небе, которая находится в созвездии Ориона. К слову, в планах у юных астрономов показать планеты всем желающим. В магнитке хотят устраивать так называемые тротуарки. Чтобы посмотреть в окуляр телескопа и прикоснуться к красотам звездного неба смогли даже случайные прохожие. В наших планах проводить такие акции именно в целях популяризации астрономии, как науки, которая доступна для каждого. Астрономия – это самая демократичная наука. Ей может заниматься любой желающий фактически. И что самое интересное, любители астрономии вносят огромный вклад в развитие науки, в открытие астрономических новых объектов. Вот буквально недавно совсем была открыта новая комета, ее открыл именно астроном-любитель из Германии. Сейчас же в кружке готовятся к финалу звездные эстафеты. Он пройдет 7 декабря. Кроме того, юные астрономы нацелены на соревнования от Роскосмоса. Мария Клименко, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппы «Знак».